Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к Галатам. Третья глава у нас на очереди с 19 по 29 стих. Давайте прочитаем этот отрывок. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан был через ангелов рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А по прошествии веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившись, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, по обетованию наследники. Ну, вообще, тема закона, тема благодати непростая. С ранних веков этот вопрос интересовал верующих, очень много споров, было книг на эту тему написано. И давайте вначале задумываемся, как рождается закон. Закон, закон, говорится о законе. Вот каким образом, для чего он нужен? Я имею в виду не Божий закон, а вообще закон в нашей жизни. Ну, причины могут быть разные. Ну, к примеру, я вот давным-давно интересовался, мне было непонятно, вот жену спрашивала, она тоже не в курсе. Кстати говоря, сегодня это правило почему-то у нас в собрании нарушено. Вот последние пару раз, по крайней мере. Но до этого, во всех собраниях у нас здесь, в этом зале, как мы перешли, я замечал такую вещь. Еще раз подчеркну, последние пару раз почему-то это нарушилось правило. Почему-то с левой стороны, если от кафедры смотреть, пенсионеры сидели только с левой стороны. Не хочу обидеть, я имею в виду не то, что все там пенсионеры сидят, а почему-то вот справа пенсионеры, люди пенсионного возраста не сидели, они почему-то слева группировались. Молодежь, ну, те, кто на ВСИ ходят, наоборот, они все почему-то справа. Я понимаю, почему там дети впереди, что воскресная школа, понимаю, почему с колясками сзади там вроде как удобно, да? Но вот почему вот эта вот закономерность всегда? Я даже Машу спрашивал, слушай, может быть, в наше отсутствие какое-то решение приняли, что вот так вот будут садиться, да? Мы были в Кобрине в позапрошлое воскресенье, вот прихожу, смотрю, сейчас не так. Может быть, опять в наше отсутствие какое-то решение приняли, что так оно не будет. Ну, я не знаю. Я не знаю, понимаю, если бы еще окна были открыты, оттуда света больше падало бы, удобнее было читать, а так окна закрыты вроде, ну, как-то нелогично, да? Ну, ладно. И вот представьте, что из этой привычки, скажем так, сделаем закон. Ну, вот удобно, молодежь, вам удобно сидеть там, удобно, все. Молодежь теперь сидит только справа от кафедры. И приходит там молодой человек, садится где-то сзади там, ему шикают там, ну, давай, тут с колясками только. Вот, значит, проходите на этот форум мамы или клуб беременных, тогда вот можно на задние ряды. А так давайте, значит, садитесь справа. Я был, кстати говоря, однажды в такой, как сказать, собрании верующих, скажем так, где вот примерно что-то такое похожее было. Там мужчины справа сидели, женщины слева или наоборот, я уж не помню. Я помню, что я сел не туда, куда надо, и на меня все собрания косились, сказать, стеснялись, потому что вроде как гость, и как-то так все, оно было неловко. Вот представьте, из этого сделают закон. Ну, закон обычно для того, чтобы нас оберегать от каких-то, ну, регулировать нашу жизнь как-то, чтобы нам проще становилось. Ну, иногда законы создаются так. Специалисты говорят, что логичнее было бы, правильнее было бы, если бы во всем мире было бы левостороннее движение. Ну, как-то это с физиологией связано человеческой, я там не помню уже как. Ну, говорят, что правильнее было бы так вот по физиологии. Ну, вот традиция такова, что у нас правостороннее движение. Ничего с этим поделать не можем, мы не принимали участие, так сказать, в решении этого вопроса. Ну, попробуйте до Минска доехать по левой стороне дороги, да? Вы сразу почувствуете. Закон часто складывается из наших традиций. Еще раз подчеркну, не Божий закон, а какие-то законы в нашей жизни. И ужасно, очень ужасно, когда вот эти правила, какие-то традиции, они просто как железобетон проникают, крепятся в нашей жизни, и мы все меряем по ним. Вот у нас так, значит, у всех должно быть так. А если у кого-то иначе, значит, они какие-то не такие. Они, значит, неправильные. Однажды, как-то пример проводил, мы с Игорем стояли, что-то обсуждали, подходит женщина одна и где-то там рядом живет, ну, что-то спрашивает нас. И потом к Игорю обращаюсь, ну, вы же верующие мне сказали, да? Что вот вам можно доверять, ну, да, верующие. А куда вы ходите, в какую? Женщина неверующая сама. А вы куда ходите, в какую церковь спасения? А-а-а, а у меня родственники ходят тоже в церковь, но они в нормальную церковь ходят. А, в правильную церковь ходят. То есть человек неверующий, она ни разу не была здесь, но она уже знает, что мы тут ненормальные собираемся. Ну, не то, чтобы она так осеклась, сразу поняла, что сказала лишнего. Ну, я подумал, вот интересно, человек, ну, человек неверующий, но он знает, где церковь правильная, а где неправильная. Почему? Ну, потому что, ну, мы все понимаем, почему. Что-то не соответствует каким-то там традициям, чему-то еще. Хорошо, когда закон выступает на страже наших интересов. Ну, не просто интересов наших, вообще интересов общества, помогает нам жить. И Павел здесь обращается к коринфянам. Для чего закон? Вот первая фраза 19 стиха. Для чего закон вообще? Он дан нам по причине наших традиций, да? Нет. По причине преступлений. Закон дан по причине преступлений. То есть, ну, понятно, если бы в обществе все были бы люди сознательные, все были бы люди правильные, то закону ей не нужен был бы. Не нужна была бы там суды, прокуратура, милиция, там масса других организаций, которые следят за соблюдением закона, налоговая там, инспекция, что-то еще, не знаю. Все бы так соблюдали закон. Но это общество такое идеалистическое, его нету в мире. Поэтому вот есть люди, которые нам помогают иногда закон соблюдать, когда мы этого не хотим делать. Чтобы другие люди от нашего, так сказать, несоблюдения закона не страдали. Закон дан по причине преступлений. Мы позже коснемся того, как соблюдать закон и что для этого надо. До времени пришествия семени, к которому относятся обетования. Ну, какого семени мы знаем, это 3.16. Христос. То есть закон дан до времени пришествия Христа, об этом говорится в 16 стихе, к которому относятся обетования. Ну, какое обетование тоже мы знаем. Да, обетование, данное в раму. В тебе благословятся все народы. Вот закон дан до того, до прихода Христа. И преподан через, или преподан, не знаю, через ангелов, рукой посредника. Ну, мы знаем, да, что многие места из Писания, сейчас прочитаю их, например, он сказал, Господь пришел от Сена, это из Старозакония, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана, шел со тьмами святых, одеснуя его огонь закона в деяниях. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Евреи 2.2. Если через ангелов возвещенное слово было твердое, и всякое преступление и непослушание получило праведное воздаяние, и так далее. То есть я представляю, каким величественным было, я не могу представить, каким величественным было вот это даяние закона через Моисея людям. Оно сопровождалось сверхъестественными явлениями, сопровождалось явлениями ангелов. Но это было что-то, это было сверхъестественно. Это было потрясающее событие, которое повергло в страх народ израильский. И обычно, когда такие вещи происходят, это запоминается на века. Это передается из поколения в поколение. Об этом рассказывают детям, дети рассказывают внукам. Тысячелетия проходят, но такие вещи из памяти не исчезают. Особенно, когда они подкрепляются постоянно какими-то явлениями, какими-то действиями. И ужасно, когда действительно мы знаем это со стороны из Писания, Божий народ забывает, что он Божий народ. Забывает его Божий закон и живет по закону своему. Иногда и вовсе без закона. Были такие моменты. Двадцатый стих. Но посредник, то есть закон был дан рукой посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Но действительно, посредник может быть между кем-то и кем-то. Не может быть посредник между одним человеком, скажем так, или между одной стороной. Посредник всегда между двумя разными сторонами. И вот в этом случае этими сторонами были с одной стороны человечество, которое не знало, как жить, а с другой стороны Господь Бог. И интересно, давайте вспомним, в какой момент был дан закон и для чего он был дан. Он был дан для Бога. Богу нужны были все эти ограничения, наказания, все эти жертвы. Они Богу нужны. Да, ему приятно было обонять благоухание от этих жертв. Но в конечном итоге они нужны были человеку для понимания его зависимости от Бога. А что произошло незадолго до этого? Народ израильский вышел из Египта. И что? Он вынес с собой египетских идолов. Он поклонялся в пустыне идолам. Даже то, что было дано, мы об этом вспоминали недавно в собрании, то, что дано было Богом для возвеличивания Божьего имени, вот медный змей превратился в нехуштана. Это ужасно. То, что дано было Богом для возвеличивания его имени, и что мы, сегодняшние новозаветные верующие, понимаем, было прообразом Христа, стало идолом. Мы говорили как-то уже про золотого тельца, которого как раз в то время, когда Моисей находился на горе Сена и общался с Богом, вылепил народ израильский. Тельца, который был идолом Египта, египетским богом, который никак не отражал славы Божьей, абсолютно, даже отдаленно не напоминал. Они это понимали, и они это делали. Почему? Потому что сердца были развращены Египтом, сознание было развращено Египтом. И вот в тот момент, когда люди вот с этим египетским, или не знаю, с каким мышлением входят в новую землю, им нужен закон. Закон, который оградил бы их от неправильных действий, от морального разложения, от богохульства, от зла. Им нужен был в тот момент закон. Я не говорю, что он сейчас не нужен, мы к этому чуть позже перейдем. Закон был дан, чтобы оградить людей от преступлений. Даже не то, чтобы они не совершали преступления, чтобы оградить их от совершения преступлений. И внимательно прочитав 10 заповедей, мы увидим, что в принципе почти все заповеди, наверное, кроме первой, которая касается поклонения Бога, можно и воспринять человеку неверующему. Часто мы знаем, в быту, просто разговаривая с людьми, неверующими, вы о чем-то говорите, и вам говорят, ну, я соблюдаю заповеди. Пример такой, кстати говоря, в притче переведен с молодым человеком, который сказал, я соблюдаю заповеди, которые подошел к Христу и сказал, что мне делать, чтобы спастись. И мы знаем, часто в быту с людьми беседуешь, ну, я же заповеди соблюдаю, а какие? Ну, не убей, обычно дальше не идет. Ну, не укради, кто-то вспомнит. Особенно продвинутые вспомнят, там, не прелюбодействуй, еще там, может быть, одну-две заповеди. Дальше уже не идет, как правило, у людей. Но они искренне верят, что они заповеди соблюдают. Ну, это примерно точно так же, как мы искренне верим, что мы соблюдаем закон. Скажите, вот мы все сидящие в зале закон соблюдают или не поступают противозаконно. Все сидящие в зале? Ну, так некоторые головами покивали, значит, нет. Ну, на самом деле, мы все нарушаем закон. Я уверен, что не все, ну, какая-то часть, я уверен, может, минимальная, в собрании есть, кто ехал на машине, и дети или взрослые на заднем сидении были пристегнуты. Были не пристегнуты. Я уверен, что такие найдутся, хотя вряд ли, конечно. Мы часто нарушаем закон не потому, что мы такие злые или плохие, хотим нарушить его, потому что мы этого не знаем. Помню, в первый раз ехал в Польшу с выключенными фарами. Ну, не потому, что я хотел вот так вот навредить соседнему государству, потому что я просто не знал этого закона. Меня остановила полиция, кстати говоря, не оштрафовали, просто сказали, надо ездить с включенными фарами. Все, я включил, поехал дальше. Вот сейчас я это знаю. Чтобы закон соблюдать, нужно для начала его знать. В древнем Израиле говорят, что закон знали все. С детства детей обучали закону. Говорят, что даже наизусть знали закон. Я точно не уверен, так оно или нет, но факт тот, что закон знали. Почему нарушали? Почему? Закон надо знать. Сегодня, когда мы говорим, ну, мы живем по благодати, благодать тоже нужно знать, как ни странно. Это не просто что-то такое, что нам вот сверху не способна, и все, живите как хотите. Нет. Давайте читать дальше. Закон противится обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Ага. Писание, значит, дано, смотрите внимательно, Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. То есть обетование дано не по закону, а по вере. Не через соблюдение закона, а через веру. В кого? В Иисуса Мессию. Спасителя. Возникает вопрос, за какие заслуги? Не за какие. Это подарок. Берите просто так. И вернемся к этому. Почему, зная закон, человек его не мог соблюдать? Однажды, беседуя с одним человеком, он мусульманин, причем такой очень убежденный мусульманин, постоянно ходит в мечеть и старается жить по традициям. И как-то я помню, был у него в гостинстве, он только познакомился с этим человеком, мне кажется, даже он не знал еще тогда, что я верующий, и как-то разговор сам зашел, он пришел из мечети, и зашел разговор с ним, и он так, я помню эту сцену, он сидит на ступеньках своего домика, моет руки с корыца, и говорит, вот я одно не могу понять, вот я же не хочу так поступать. Почему я так поступаю? Я говорю, о чем речь? Он говорит, да, он работает на авторынке, продает там автохимию, и говорит, сосед рядом тоже автохимию продает, у него выручка всегда больше. Говорит, всегда, я не знаю почему. Он хороший мужик, он мне ничего плохого не сделал, ну, кроме того, что выручка имеет больше. Я ему завидую. Каждый раз, когда вот я считаю там в конце дня, да, я ему завидую, я начинаю его ненавидеть. Почему? Я понимаю, что я не должен завидовать, ну и так далее. Мы перешли вот на такой долгий разговор, и он, этот человек, был искренне обеспокоен тем, что он понимает, что делать нельзя. Но он говорит, мне хочется, чтобы я не только это понимал, мне хочется, чтобы я этого не желал. Мне хочется, чтобы я не завидовал этому человеку, чтобы мне не приходилось себя заставлять к нему как-то доброжелательно относиться. Я говорю, ну, читай Библию. Он говорит, да я начал еще хуже. Я говорю, а что хуже? Да вот народ израильский ходит там по пустыне, постоянно Бога предает. Я говорю, я понимаю, что не они такие плохие, они ничем не лучше меня, что я точно такой же, что я Бога постоянно предаю. Я говорю, ну, читай дальше, там дальше интереснее гораздо будет. Ну, не то, что гораздо, дальше интереснее будет, дальше будет выход показан. Да, серьезно, я говорю, да, главное надо дочитать до Откровения, до последних слов. И, говорю, ты увидишь, что выход будет дан через Иисуса Мессию. Какой интересный был разговор. Видно, что у человека это болело, потому что не я разговор начал, он начал этот разговор. И на самом деле мы понимаем, что очень часто люди моральные, порядочные, интеллигентные, воспитанные, или невоспитанные, неважно, но которые искренне хотят не грешить, не имеют силы, потому что не имеют духа. Потому что само по себе знание закона, оно мало что дает. Оно дает, но не все. Человек, только зная закон, ему не открыт еще человеку путь к спасению. Спасение лежит через веру. И смотрите, интересно вот получается, да? Люди отходят от Бога. Почему отходят? Потому что, в принципе, вот этот мотив, скажем так, вот причина отходить, опять-таки не Богом создана, а самими людьми. Мы об этом не раз уже тоже говорили. Эдемский сад, грехопадение, будете как боги, знающие добро и зло. Человеку захотелось быть миривым, ставить свою вот эту систему оценки. Это добро, а это зло. Я потерял бумажник, но это зло для меня. Для того, кто нашел, наверное, это добро. Помню, на одной конференции, так искренне, я уж не помню, то ли я это сам видел, то ли мне кто-то так живописно рассказывал, что мне теперь кажется, что я сам это видел. Не помню, но суть не изменилась, что молодой человек выходит на конференции, искренне, так вот радуется, говорит, вот у меня благодарность, я бумажник нашел. Все так думают, интересно. Интересно, что думает сидящий в зале чей-то бумажник, может быть, он там в зале сидит. Как-то так, человек благодарит Бога за найденный бумажник или еще за какие-то вещи, такие неправильные, может быть. А для него это добро. Для него это добро. Погибает в дорожно-транспортном происшествии молодой человек. Безусловно, это зло. Его сердце, это реальная история из жизни наших знакомых, сердце того человека было использовано для трансплантации другому молодому человеку, чтобы он жил. Для него это добро. В жизни все очень переплетено, что трудно бывает понять. Но факт тот, что все эти вещи установлены человеком. Вы знаете, если вы просто по симфонии, по электронной пройдитесь, по Библии, вы увидите, что слово зло, я не раз уже говорил об этом, извините, что повторюсь, слово зло никуда не употребляется по отношению к Богу, как и добро. Бог благ. К нему употребляется другое слово, благость. Бог благ. Но не сказано, что он добр. В одном месте сказано, что дела его добры, и так, что-то в этом роде, в салмах. Но опять-таки, я понимаю, понятно, почему, по отношению к человеку. Бог благ. А мы часто в этой благости пытаемся разделить вот это зло, а вот это добро. И если какие-то негативные события, какие-то плохие события, которые происходят в нашей жизни, не ведут к нас Богу, они становятся ермом для нас, бременем становятся для нас. Многие люди под влиянием каких-то житейских событий приходят к Богу, сбрасывают себе этот груз и живут счастливо. А многие люди под грузом тех же событий так и живут под этим вермом. А в Писании сказано «Возьми крест свой и следуй за мною». И вы знаете, как-то на мужском завтраке мы, рассуждая на эту тему, вдруг обнаружили, что по-гречески это слово «возьми» употреблялось также по отношению к ангелу, который взял, описано это в Откровениях, который бросил камень в воды. То есть брось. Не просто возьми и держи его где-то за пазухой, грей его. «Возьми, чтобы отдать мне». Отдай свой крест мне, мы вместе его понесем. И когда человек отдает свой крест Иисусу, идти гораздо легче. Когда он этот крест тянет сам в одиночку, это ужасно. А еще хуже, когда он сам себе этот крест делает. Христос говорит, отдай мне свою ношу, отдай мне свое горе, отдай мне свою боль. Еще раз повторюсь, та боль, которую мы отдали Иисусу, приносит плод нашей жизни. Та боль, которую мы держим в себе, которую мы тащим сами, приносит нам только разочарование в жизни, отчаяние, депрессию. Иногда люди из-за этого лезут в петлю. Это ужасно. Закон не противен обетованиям Божиим. Абсолютно, говорит Писание. Но если бы дан закон, который мог животворить, то праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А по прошествии веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. То есть, закон является нашим стражником, как я уже говорил. И вот мы были заключены под стражей закона лишь до того времени, когда надлежало открыться вере. Вот я в своей голове рисую такую ситуацию, такую картину. Приходят дети на елку, там, Рождество. И вот они толпятся в прихожей, снимают валенки. Не, не валенки сейчас. Да, валенки-то из моего детства. Снимают галоши или что там, не знаю, сегодня дети снимают. Кроссовки, ботинки снимают, они толпятся, толпятся, там какое-то у них радостное такое возбуждение, они чего-то ожидают, как все дети, и тут раз, дверь открывается, и там, вау, елка в огнях, в гирляндах, там подарки какие-то, там их кто-то ждет, там стол с какими-то сладостями там детскими, с чем-то еще. Ух! Этого стоило ждать целый год. Этого стоило ждать целый год. Если бы Рождество было бы каждый день, или Новый год там, был бы смазан как-то весь колорит, весь вот вкус этого праздника. А так раз, открываются двери, и вот оно, ожидание исполнилось. Вот что-то в этом роде, мне кажется, об этом говорится в этом стихе, о том, что до пришествия веры мы были заключены под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. И здесь вот хотел бы обратиться к четвертому и пятому пункту, у кого есть вот эти шпаргалочки, путешествие по маршруту вера, закон вера. Что интересно, обетование, как мы и читали, обетование Аврааму было дано по вере. Поэтому Авраам называется отцом кого? Подзаконных. Или верующих. Или то и другое. В Писании сказано, что Авраам является отцом верующих. Почему? Потому что он поверил. И вот это ветхозаветное Евангелие дано было уже Аврааму. Сам принцип, механизм, и не знаю, какое слово еще подобрать, взаимоотношение с Богом, а именно вера, была знакома Аврааму. Аврааму уже. Авраам верил. Поэтому ничто не нового, как говорится, в этом мире. После этого был дан закон, после Авраама. Почему? По причине беззакония. Не потому, что вера Авраама была мало там или еще чего-то, да? Был дан закон, чтобы привести нас ко Христу. Закон мы дальше прочитаем, уже читали, да? является водителем ко Христу. Итак, Авраам поверил. Далее был дан закон. Закон опять подводит нас к вере. И хочу вернуться к тому вопросу, который я задал, да? Почему люди приступали к закону? Не было благодати, это одно. Почему мы приступаем к закону? И почему мы сегодня приступаем к благодать сегодня? Мы не знаем часто ее. Мы не знаем благодати. Мы забываем ее. Забываем вот эту ценность. Если во времена Авраама, ну, скажем так, упрощенно говоря, вера Авраама была вера в обетование Божие, сегодня, когда мы говорим о вере, мы говорим не о вере вообще, не о вере абстрактной, а о вере в определенные библейские принципы, которые изложены вот в этой вот книге. У многих это изложено на айфонах, айпэдах и так далее. Пользуйтесь этим. Мы говорим о вере в конкретные библейские принципы. Сегодня все говорят, ну, я верующий. Трудно найти человека, который искренне скажет, я не верующий. Хотя мне кажется, это честнее и порядочнее гораздо, чем говорить, что я верующий. И на вопрос, а во что ты веришь? Ну, я не знаю, ну, все во что-то верят, ну, надо во что-то верить. Не, ну, а во что верить-то? Я не знаю, там, в силу притяжения, в законы физики, во что-то еще там, в дружбу, в колбасу, я не знаю, во что еще там, в любовь к животным. Во что нужно верить? Писание говорит нам о том, чтобы мы были готовы дать ответ всякому о нашем уповании. Мы должны знать Писание. И вот подобно тому, как в ветхозаветные времена люди изучали закон, так и мы сегодня должны изучать Писание. Проблемы, которые возникают в нашей духовной жизни, часто возникают по одной, в общем-то, простой причине. Потому что мы мало бодрствуем, мы мало читаем Библию, мы мало изучаем Писание. И врагу есть, куда заползти к нам в тот момент, когда мы не читаем Писание. Терпишь искушение, просто бери Библию, открывай и читай ее. И ты увидишь, как враг убежит. По школьной программе все помнят, наверное, такое было произведение «Гамлет». И был такой, я уж не помню, как это звучало, когда тень отца Гамлета приходит к самому главному герою и говорит, что я там спал мирно где-то, мне, по-моему, так было дело, и вот мой брат, твой дядя, залез ко мне в сад или куда-то и нальел яд в ухо. Так убивали королей в Дании. Ну, вообще, говорят, в Древнем мире, в Средневековой Европе, не в Древнем мире, в Средневековой Европе так, говорят, убивали королей. Я не знаю, физиологически возможно это или нет, неважно, дело не в этом. Я, вот вспоминая, думая об этом, думаю, что это может быть неспроста Шекспир вот такую использовал прием, такой метод, да, вот яд в ухо. Сегодня, в принципе, тоже происходит и с нами. Весь яд поступает к нам через наши глаза и через наши уши. Сколько яда сегодня поступает через наши уши, это вообще трудно себе представить. Я стараюсь сейчас не потому, что мне там дела нет до политики или чего-то еще, стараюсь, ну, не смотреть новости. Никакие, никаких там стран, так, чуть-чуть курсивом, где-то просто, чтобы быть в курсе немножко, не более того. Потому что я представляю, какую агрессию вызывает сегодняшние новости у людей. Да это яд, это самый натуральный яд. Многое другое, что сегодня несется с экрана телевизора, не к тому, чтобы нужно запретить телевизор там или радио, нет, это натуральный яд. Это яд, от которого надо убегать. Как-то раз под Витебском еду, значит, советы психолога, люди звонят, онлайн, или как это называется, живой эфир, люди звонят и спрашивают советы у психолога. Я слушаю, я не, как сказать, не критикую того человека как специалиста, ну, хотя, не знаю, суть не в этом. Какие-то советы были дельные, какие-то, очевидно, абсурдные, просто, ну, понятно, человека незнакомого с писаниями, когда выход можно найти по-другому, но один совет меня просто шокировал. Я не знаю, кто выдавал диплом об образовании этому человеку. Совет был такой, значит, девушка звонит и говорит, у меня сестра выходит замуж, и муж такой, он очень такой возвышенный человек, такая поэтичная натура, а сестра такая, ну, простецкая, короче, девчонка, да, я чувствую, что вот он по духу ближе мне, гораздо не моей сестре. Посоветуйте, что мне делать. Психолог отвечает, этот вот, психолог, не психолог, не знаю кто, ну, кто до эфира дорвался, короче, отвечает, вы знаете, вот у вас еще есть время до свадьбы, есть хороший повод сказать сестре и ее вот жениху, что поскольку вы знаете хорошо вкусы сестры, вы можете помочь ему с выбором подарков, с подготовкой к свадьбе, в решении каких-то вот, ну, вопросов там по ходу дела, которые возникают, да, под этой вот маркой, что вы сестру хорошо знаете. За это время вы ближе познакомитесь с ним, и вы поймете, пара он вам или не пара, может быть, вы ошибаетесь, а может быть, вполне даже пара, и у вас еще есть время, значит, решить эту ситуацию в нужную сторону. Я еду, думаю, ну, интересно, ну, так все сейчас думают, ну, вот я имею в виду не в церкви, в церкви понятно, так не думают, да, думаю, может быть, это нормальный совет, ну, нормальный с точки зрения его сегодняшнего мира, да, просто я так немножко, ну, с верующими в основном общаюсь и по-другому мыслю, да, ну, это ужасно, это яд, это яд, который вливается в миллионы, может быть, ушей, потом этот яд тиражируется, говоря, говоря об этом, знаете, вот, ну, просто хочется сказать, вот, остерегайтесь этого яда, который нам в глаза лезет, который нам в уши сочится, выбирайте другое, выбирайте то, что есть в жизни, только что мы прочитали о том, что можешь животворить, это благодать, давайте держаться просто этой благодати, далее, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой, по пришествии же веры мы были уже, мы уже не под руководством детоводителя, ибо все сыны Божии поверивы Христа Иисуса, то есть дети Божии через веру. Закон был временной мерой, чтобы показать греховность человека. Детоводитель, дословно, это тот человек, который приводил ребенка к учителю, на этом его роль заканчивалась. Дальше наступала роль учителя, роль детоводителя привести нас к благодати, через вот это воспитание законом привести нас к благодати. В Древнем Риме было тогда престижно, скажем так, иметь учителей греков. Греки были носителями культуры и так далее. И в доме богатых римлян был какой-нибудь образованный грек, который учил римских детей римлян правилам хорошего тона, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя и так далее. И что интересно, несмотря на то, что ребенок был наследником богатого римлянина, слуга имел полное право взгреть его так, что ой-ой-ой, потому что цель родителей была воспитать ребенка. Мои одни знакомые, супружеская пара, они устроились, как называется, бэбиситтерами, или как это, не знаю, в общем, они выполняют определенные обязанности по дому, ну и так же касается воспитания детей, уборка, уход за садом. У одного довольно-очень богатого человека, этот человек является спортсменом, очень таким серьезным спортсменом мирового уровня, значит, и вот этот брат говорит, что когда мы к нему в дом попали, пришли, вот этот богатый дом требования этого человека, так сказать, это звезда мировой величины, мы сначала с женой так немножко как-то так смутились, правильно ли мы выбрали место работы, а потом нас удивило, когда его сын что-то там нашкодничал, я ему выговариваю, и отец его выходит, говорит, слышь, как ты с ним разговариваешь, да взгрей ты его хорошенько, он же неправильно поступил, ты не церемонься с ним. Я был очень удивлен, они несколько лет уже там работают, и интересен подход к родителям, говорит, однажды, когда, ну этот брат сам спортсмен, тоже хороший пловец, он увидел однажды, как я там у них в бассейне плыл, мне подозвал, говорит, мой сын должен плавать вот так, как ты, давай. Потом они узнали, что мы верующие, он подошел и говорит, мой сын должен знать Библию, как ты. Они этого ребенка сейчас водят на воскресную школу. Мой сын должен знать Библию, так, как ты. Ну, отличный подход, да? Всем бы родителям такой вот, да? То есть детоводитель, но в принципе этот брат выполняет роль детоводителя, он отвозит ребенка в школу, привозит обратно, в школе занимаются другие учителя уже с этим ребенком и роль закона была вот воспитать человека, подвести его к благодати, подвести его ко Христу и тогда уже место, спасительное место в жизни человека обретало благодать. Если вы Христовы, все мы во Христа крестившись, во Христа облеклись. Нет уже иудеи, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Но все понимают, что не в том плане, что нет мужчины и женщины, раба свободного, не в том плане, что мы можем махнуть рукой на указание начальника и сказать, я тебе не раб, или что женщина не выполняет какие-то женские обязанности, мужчина может уклоняться от выполнения своих мужских обязанностей в семье или в быту вообще. Конечно, нет, речь не об этом идет. Речь идет о том, что теперь путь ко спасению одинаков для всех, независимо от социального статуса, от чего-то еще. Путь ко спасению открыт каждому человеку, потому что этот путь по вере. Еще раз подчеркну, не просто по какой-то абстрактной вере, поверя вы все, а по вере в библейские обетования, поверя в те обещания, которые Бог изложил нам на страницах этой книги. Одна из заповедей гласит, чти день субботний, чтобы светить его. Вот в заключение хочу сказать, что сегодня именно такой день, сегодня день субботний, мы должны его светить, не светить отдых, не светить там диван, телевизор или что-то еще, мы должны светить Бога в своих сердцах в этот день, мы должны светить этот день. Поэтому давайте этот день, не только этот день я имею в виду, вот этот конкретный сегодняшний день, но коль скоро этот день мы выделили для того, чтобы светить его в своем сердце, давайте стараться проводить его не так, как обычно. Светить именно Бога в своей жизни, не просто там день отдыха, светить отдых, а больше читать Писание в этот день, приглашать в гости своих друзей, верующих или неверующих, или сами там кому-то напроситься в гости, почему бы и нет, давайте этот день просто проведем в общении друг с другом, в общении с Господом, в общении с сестрами, с братьями, в общении с нашими семьями, чтобы этот день действительно, ну опять-таки подчеркну, в идеале не только этот, светил нашу жизнь. Один брат как-то в проповеди сказал такую фразу, о десятине он проповедовал, он говорит так, что если вы платите десятину, вы поступаете по закону, если вы платите больше десятины, вы поступаете по благодати, если вы платите меньше десятины, вы беззаконники. Вот давайте с тем же отношением подходить к нашей жизни сегодня. Вера нам дана, чтобы мы светили Бога. Давайте будем стараться это делать каждый день. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ